На целых 90% подорожал лук с начала года на севере страны. Еще на 65 тенге взлетела цена на морковь. Жители возмущены дороговизной продуктов питания, а еще больше тем, что стабилизационный фонд не регулирует стоимость социально значимых товаров. Сейчас на складах ставфонда имеется более 40 тонн продуктов на 80 миллионов тенге. Это крупы, мука, макароны, подсолнечное масло и другое. А вот моркови и лука нет, потому что на прилавке региона овощи завозят с юга страны. Транспортировка – это еще плюс к себестоимости. Отсюда и цены такие высокие, объясняют специалисты. В ведомстве также рассказали, что скоро разработают типовые правила, согласно которым функции стабфонда перейдут к представителям торговых точек. Им будет предоставлять кредиты по низким процентам. Когда этот механизм заработает и удастся ли новым операторам сдерживать цены, покажет время. А пока жители вынуждены переплачивать за импортную продукцию. В 2016 году было 300 миллионов выделено на закуп на стабилизационный фонд. Больше денег не выделялось. Контракт был заключен на три года, до 2019 года. В 2019 году, в январе 2019 года мы перезаключили этот контракт. И эта сумма, переходящий на остаток, перешел на следующий год. Эти деньги идут в обороте. Закупается продукция, в обороте продается, и на эти же деньги заново покупаются в очередной сезон новые продукции. Мы платим за хранение, перевозку. Также у нас есть и потери. Нехватку кадров испытывают обувные компании Шимкента. Их в городе 15. Дефицит рабочих рук сказывается на производительности. Выйти на полную мощность пока не может ни одна фабрика. Шимкентская обувная фабрика – одно из крупнейших предприятий региона. В день здесь выпускают около 300 пар обуви. Впрочем, сегодня завод загружен лишь наполовину. Чтобы решить проблему с кадрами, фабрика приглашает иностранных специалистов. Все сотрудники постоянно проходят обучение. Самым старательным повышают зарплату. Здесь заботятся о качестве продукции. Сырье в основном привозное, но сейчас стараются заменять его отечественным. В палате предпринимателей Шимкента не скрывают, что обувные компании не справляются с потребностями рынка. Но дело не только в нехватке кадров. Рынком обуви правит импорт, включая и контрабандный товар. Проблему предлагают решить с помощью штрих-кодов. Спрос особенно на качественную обувь в стране растет, признаются специалисты. Сейчас для фабрик и заводов есть инструменты поддержки. Президент страны поручил направить 600 миллиардов тенге на развитие экономики простых вещей. Это будет доступное кредитование приоритетных проектов. Одна из отбовных фабрик Шимкента уже получила средства на расширение производства. Уборочная компания в Брестской области выходит на финишную прямую. В регионе уже убрано порядка 90% площадей. Аграриям нужно буквально несколько дней на то, чтобы завершить основные мероприятия. Несмотря на сложности, нынешнюю компанию называют успешной – 1 миллион 200 тысяч тонн. Столько зерна положат в закрома в Брестском регионе, что значительно больше прошлогоднего результата. Последний клин на полюс пшеницы и уборку зерновых в Вознесенском завершат. Небольшое, но крепкое хозяйство специализируется на животноводстве. Сейчас все силы брошены на заготовку кормов. Рассвет или полночь – время не считают. Поле выходит, как только позволяет погода. Простой пример – рапс. Его в этом году приходилось буквально спасать из-за сильных дождей. Чтобы склеить семена, с вертолета распыляли специальный состав. Рисковали, но не зря. В сборы – 37 центнеров с гектара. Это рекорд. Только снятый с полей урожая сразу же разошелся на маслоперерабатывающие заводы. 60 центнеров с гектара, а значит, старались не зря, уверена директор Надежда Кондратюк. Будут и корма, и премии, и излишки зерна. Все это тоже прибыль. Год был тяжелый. Такие высокие результаты далеко не у всех. Есть хозяйство, где зерновые сгорели. Им корма придется покупать. Уточняют, звонят, спрашивают, кто не смог обеспечить себя зернофуражом на зиму кускот. То сегодня очень много звонков поступает. Но мы пока еще ответ не даем, потому что ждем цену. Каждое хозяйство считает сегодня эффективностью. Нынешняя уборка для нас была ответственной, напряженной. Но она для нас и почетной. Потому что получить такой урожай – это очень достойно. Переработку молока наладили в одном из самых отдаленных сел Кыргызстана. Миницех стал первым предприятием, которое заработало в поселке Кабаланкол Алайского района Ожской области. Раньше жители перерабатывали молоко в домашних условиях и ездили за кефиром и сметаной в районный центр за 25 километров. Теперь не только покупают эти и другие молочные продукты в родном селе, но и зарабатывают на молоке. Сдают его на переработку в цех. Каждая семья в поселке держит как минимум одну корову. Мы ездим по домам, собираем молоко в день около 70 литров. Привозим, перерабатываем и получаем кефир, сметану, творог. Продукцию отправляем в магазин районного центра дважды в неделю. Возврат еще не случалось. В столице Армении нашли решение мусорной проблемы. В последние месяцы горожане были возмущены неудовлетворительной уборкой отходов с улиц мегаполиса. В мэрии призвали к добросовестной работе нанятого подрядчика. Но так как вопрос с мертвой точки не сдвинулся, администрация города учредила альтернативную кампанию по уборке Еревана. Примечательно, что ее первыми сотрудниками стали граждане Индии и Норвегии. Новоиспеченные работники нового учреждения за семичасовую смену очищают от мусора 70 контейнеров. За этот труд каждый из них получает в месяц порядка 350 долларов. Когда компания полностью укомплектует автопарк, в штате будут работать свыше 200 человек. Параллельно власти города решают вопрос об утилизации и переработке мусора. Ереван станет чище и краше, говорят в мэрии, и разрабатывают для этой цели программу управления твердыми бытовыми отходами. В новом документе красной строкой прописан раздельный сбор мусора. Новшество, которому горожан нужно будет еще приучить. Свалка в Нубарашине очень проблематичное место. Оно не соответствует никаким современным стандартам. Нет обработки грунта. Машины выбрасывают мусор на передней линии. Нет прессования, сортировки. Фактически туда просто переносится мусор со всего города. Как только мы преодолеем кризис с уборкой мусора, мы займемся его обработкой. В первую очередь картона, бумаги и пластика. Президент Беларуси подписал указ номер 296, определяющий порядок беспошлиной торговли на бортах самолетов, сообщает Национальный правовой интернет-портал. Цель документа – расширение беспошлиной торговли при международных воздушных перевозках пассажиров белорусскими авиакомпаниями. Сразу указано, в самолетах разрешается продажа товаров, включая алкоголь и табачные изделия, загруженных на борт из магазинов беспошлиной торговли дьюти-фри. Реализация товаров будет осуществляться в соответствии с договорами о сотрудничестве, которые заключены между владельцами магазинов и белорусскими авиационными организациями. Фондовые рынки отреагировали падением на официальные заявления США о валютных манипуляциях Китая. Министр финансов Стивен Нучин готовится доложить Международному валютному фонду об эскалации финансовой напряженности между двумя странами. После того, как Пекин позволил Юаню ослабнуть, президент Трамп заявил в Твиттере, что это было серьезным нарушением, которое со временем значительно ослабит Китай. Азиатские фондовые рынки упали вслед за американскими и европейскими. Для индекса Дофф Джонс это был худший день с начала года, он снизился почти на 3%. Центральный банк Китая отверг обвинение США, заявив, что он не использует свою национальную валюту в качестве инструмента для решения внешних проблем. В Пекине также заявили, что ответят на решение Дональда Трампа с 1 сентября ввести 10-процентные пошлины на импорт китайских товаров. В последний раз Соединенные Штаты называли Китай валютным манипулятором в 1994 году при администрации Билла Клинтона. Я думаю, что Китай сигнализирует о том, что им надоело. 7 юаней за доллар США – это всегда был психологический барьер. Я не знаю, насколько экономически это важно, но психологически это всегда было определенной чертой. Дети венесуэльских мигрантов, которые в последние 4 года родились на территории Колумбии, получат гражданство этой страны. Об этом объявил колумбийский президент Иван Дуке. Это правило будет действовать в течение двух лет. Мера позволит детям венесуэльских родителей получать медицинскую помощь и образование. Согласно последней переписи иммиграционной службы, в Колумбии находятся более 1 миллиона 400 тысяч венесуэльских мигрантов. У многих здесь родились дети, но зарегистрировать их было невозможно. Раньше правила позволяли запрашивать разрешение на получение гражданства для детей иностранцев, которые проживают в стране на законном основании. Венесуэльцы последние 4 года были вынуждены массово покидать страну из-за экономического, социального и политического кризиса. При президенте-социалисте Николасе Мадуро в Венесуэле начался стремительный рост инфляции. Тобары первой необходимости стали дефицитными. Из аптек пропали лекарства. К тому же в стране процветает преступность. С 2014 года в Венесуэле периодически вспыхивают антиправительственные протесты. «Мы собрались вместе, чтобы сказать 24 тысячам детей, оказавшимся без гражданства, что они больше не будут в таком положении. Им предоставляется гражданство Колумбии. Поэтому их права будут защищены». «Мы поступаем как нация, которая защищает демократию и свободы. Мы будем приветствовать венесуэльских мигрантов и поддерживать их в эти трудные времена». Африканская чума свиней распространяется на территории Венгрии. Об этом заявил главный ветеринарный врач страны. Особую тревогу у властей вызывает тот факт, что дикие кабаны, зараженные этой крайне опасной для животных болезнью, были обнаружены не только вблизи границы со Словакией, но и в глубине страны. При этом наибольшая угроза, по словам доктора, исходит со стороны Румынии. Власти принимают меры, препятствующие распространению заболевания. Охотники обязаны убивать кабанов, у которых наблюдаются симптомы африканской чумы свиней, и ликвидировать трупы. Фермерам запрещено перевозить животных, рекомендовано провести дезинфекцию и принять другие профилактические меры. В стране усилен контроль за поставками свинины на мясокомбинаты, а также за торговлей. В Румынии от заболевания страдает не только популяция дикого кабана, но и домашние свиньи. В результате импорта продуктов питания и нелегальной торговли вирус может легко попасть оттуда и в Венгрию. Попрошайничество стало профессией. Шведский город Эскельстуна к западу от Стокгольма первым в стране ввел лицензию для желающих просить милостыню на улице. Чтобы заполучить заветную бумажку сроком на три месяца, нужно заполнить онлайн-форму, либо обратиться в ближайший полицейский участок. При себе человек должен иметь действующее удостоверение личности. Цена вопроса – 250 шведских крон. Нарушителям грозит штраф до 4000 крон. Сторонники «Новой меры» борьбы с попрошайничеством говорят, что система лицензирования поможет бездомным и малоимущим наладить контакт с местными властями, в частности с социальными службами. Противники же считают, что это решение сделает более уязвимых тем, кто вынужден просить милостыню. В декабре прошлого года южный городок Веленге первым в стране официально запретил попрошайничество. Его примеру с тех пор последовали еще ряд городов. Субтитры создавал DimaTorzok